Послание Отца Абсолюта от 2 сентября 2021 года Переосмысление жизненных приоритетов Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Пятым параметром уровня сознания человека, готового к переходу в Пятое измерение, является переосмысление жизненных приоритетов. Это касается абсолютно всех областей вашей жизни. Но для того, чтобы выявить, что же является для вас самым главным, вам нужно переосмыслить всю свою предыдущую жизнь и постепенно, снимая слой за слоем ненужное и малозначимое для вас, оставить только суть, сердцевину, ваше истинное предназначение. Почему так важно сделать это именно сейчас, на пороге перехода? Прежде всего потому, что сбросив в себя все ненужные тяжелые одежды, которые неплохо послужили вам в третьем измерении, в новое измерение вы должны войти легким, чистым и обновленным. Если раньше, в момент развоплощения и перехода человека на тонкий план бытия, на Земле оставалось его физическое тело, а сохранялось только сознание, то сейчас у многих из вас появляется возможность совершить переход в новое измерение в своем физическом теле. Но взамен вам следует оставить уходящей реальности все атрибуты трехмерного мира, которые сопровождали вас на протяжении многих воплощений в дуальности. Другими словами, избавление от всех ваших прежних шаблонов мышления и поведения должно стать залогом и одновременно гарантией того, что вы готовы к переходу. Я знаю, что многие из тех, кто читает сейчас это послание, прошли долгий путь самосовершенствования, и, конечно, проделанная вами духовная работа намного приблизила вас к заветной цели. И теперь вам осталось совершить последние усилия – еще раз просмотреть весь свой пройденный путь, но уже глазами человека четвертого измерения, который выловит те мелочи и нюансы, которые были упущены вами при первом, про чтении своей жизни. Чтобы не быть голословным, давайте рассмотрим это на примере обычного человека со средним достатком, который не шикует, но и ни в чем себе не отказывает. Как правило, такой человек следует определенным стандартам красивой жизни, стараясь не отстать от других. Имеет неплохую работу, приличную машину, несколько раз в год позволяет себе путешествовать по стране или за границу. Начнем с работы. Она действительно приносит вам радость и удовлетворение, или вы держите за нее только ради хорошей зарплаты? Готовы ли вы отказаться от нее ради другой, любимой, но малооплачиваемой? То же самое касается машины, путешествий и других атрибутов успешной жизни. Нужна ли вам машина именно этой, престижной марки? Или вы понимаете, что это дань моде, а на самом деле вы могли бы обойтись недорогим, но практичным автомобилем? А путешествия по общепринятым, популярным и многолюдным местам, не приелись ли они вам? Они действительно доставляют вам удовольствие, либо вы совершаете их по привычке, но по большому счету они стали уже для вас утомительными и не приносят былой радости. На самом деле, в процессе переосмысления жизненных приоритетов, вам следует задать себе один-единственный вопрос. Что это дает моей душе? В мирах высших осмирений, начиная с четвертого, человек в большей степени живет уже душой, а не умом, и потребности у него совсем другие. Душу радуют неприходящие вечные ценности, а ум – ценности материальные. Но чтобы совместить и то, и другое на данном этапе вашего существования, на стыке двух миров, и требуется то самое переосмысление жизненных приоритетов, чтобы, избавившись от всего ненужного, что было навеяно порождением ума, оставить себе все самое ценное, то, что дорого вашей душе. На этом мы остановимся сегодня. Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождения.